Ребята, привет всем! Я вижу, что я в эфире, поскольку когда я не связан ничем, а что-то делаю сам, я стараюсь все-таки вовремя все сделать. Все сделано заранее, поэтому я думаю, что мы уже в эфире. Сразу же тут немного еще нас собралось. Всем, кто сказал добрый вечер, я чекаемо, пани Ольга. Кстати, пани Ольга, мы с вами близки по крови, потому что я, собственно, происхождение из польской шляхты в свое время. Давно, правда, много-много поколений назад, но тем не менее. Ого, я хочу сказать сразу же кому-то спасибо. Кому не знаю, но вот Яне Сергеевне, Яне Сергеевне, я хочу сказать огромнейшее спасибо, потому что вот у нее такая пришла смс-очка с донатом, с надписью «Входной билет». Но судя по тому, сколько она прислала, она смотрит всей семьей и, может быть, даже соседей пригласила. Потому что тут входной билет на всю большую семью. Давайте несколько минут, буквально 3-4 минуты, пока все, кто хотел послушать, соберутся. Я сразу хочу сказать, у меня я впервые, если вы видите, нахожусь с кружкой. И если кто-то обратит внимание, что я время от времени делаю вот так, я не пью. Нет, я просто приболел и поэтому пытаюсь собраться. Кружка для того, чтобы я мог похлебывать время от времени вкусный черный чай от Веры Гребе. Потому что у меня мгновенно пересыхает горло. Буквально минуту я говорю и мне надо что-то пить. А читать сегодня будем много, глава большая, поэтому я сижу с кружкой, вы уж меня простите, и буду время от времени кашлять и из нее прихлебывать. Но, собственно, поскольку у нас все запланировано и на ногах я держусь, и работаю, и все в порядке, то ничего не отменяется. Раз мы решили, то все будет. И я надеюсь, что 15-го числа у нас пойдет третья глава. Я хочу сказать, что будет, как все будет. Ой, Елена, привет! Я рад видеть Елену Ильи, наша тоже подписчица и наша, наверное, поклонница в какой-то мере. Потому что наш постоянный зритель, с которым мы знакомы лично. Хотя она в Германии. Что я хочу сказать. У меня немножечко съезжают мысли. Я в сложной такой концентрации. Я так вот иногда за несколько секунд забываю, что происходило. Поэтому чтение будет нормальное. Как все будет происходить, вот о чем я. Я планирую, что, я уже говорил, что долго аудиозапись держаться не будет. Просто, чтобы у тех, кто хотел посмотреть, кому это действительно нужно, чтобы успели это сделать. Я думаю, будет так. Каждая глава будет стирать предыдущую. То есть, вот мы прочитали одну главу три дня назад. Сейчас прочитаем вторую. Для тех, кто почему-то сейчас только что пришел, буквально несколько часов будет держаться предыдущая глава. Потом она будет закрываться. И на три дня будет висеть вот эта вторая. 15-го числа, когда пойдет третья, через несколько часов после прочтения третьей будет закрыта вторая. И так вот будет происходить. То есть, если кому-то нужно и интересно, тот посмотрит. Но, конечно, постоянный доступ на это не сделаем. Потому что, действительно, все-таки это будет рано или поздно сделана аудиокнига. Сейчас мы пытаемся понять, каким образом это все будет происходить. И потихонечку все это сделаем. Вот. Нормальный, шляхтный человек. Зов сын не мая. Я... Ц... Э... Поважная. Я... Все правильно, пани Ольга. Я... Простите. Ну, просто пани, да. Для меня это по крови ближе. И сразу пани это наша такая близкая родня. Ну, Украина мне тоже, поверьте, близка очень. Потому что... И тоже по корням вы удивитесь. Но мой прадед, один из моих прадедов, был родом из Херсона. Вот. Я даже как-то успел побывать у него в гостях, когда был маленький. Я помню немножечко Херсон 50 лет назад. Так нормально, да? Мне было 4 года, когда я там был. Так что... И здесь. Я... Я очень странный человек. Во мне очень много намешано. Я, как многие русские, да. У меня есть кровь польская, потому что мы выходцы из Польши. У меня есть кровь украинская. У меня есть кровь немецкая. Довольно много немецкой крови. У меня есть кровь половецкая. Татарская. Слегка. Вот. Это очень немного. Но, тем не менее, она есть. Ну, и еще там всякого, всякого, всякого намешано. Поэтому я истинно русский человек, как и положено. Но Украину очень люблю и очень жалею, что я давно там не был. Потому что и друзей у меня там множество. И... Ну, и вообще страна хорошая. Вы знаете. Я уже говорил об этом. И язык мне очень нравится. Я надеюсь, что вот этот уровень звука, который я сейчас могу выдавать, вы нормально слышите. Ребята, скажите, пожалуйста, все ли... Все ли... Белорусские... Татьяна, вы абсолютно правы. Потому что... Простите, пожалуйста. Я про очень много белорусской крови забыл. Потому что, опять-таки, наше имение было в Белоруссии. И все говорят, а почему ты рыбалтовский? Потому что у нас было имение рыбалты. Это не... Никакая не шутка. Евгений Викторович, выздоравливайте, Евгений. Я буду выздоравливать. Потому что деться, собственно, некуда. При нашей работе ты должен все равно быть все время на ногах. Поэтому я сделаю это быстро. Спасибо большое, Евгений Викторович. Значит, имение рыбалты, которое было в Белоруссии. И, собственно, ну, это все это архивные материалы. Мы все это знаем. У нас архивы собраны почти на 500 лет назад. По нашей семье. То, что мы знаем. Вот они были... По архивам они числятся, как выходцы из польской шляхты, владельцы имения рыбалты. Вот я уж не знаю, почему рыбалты. Но помните, да, фамилия Кузнецов? Почему? Вот он там, сын Кузнеца. Какой-нибудь там... По месту очень часто были фамилии. И, собственно, наша фамилия произошла от того, что рыбалтовские владельцы имения рыбалты. Так, сейчас интернет говорит, что может немножечко потянуть. Потому что ключевые кадры отправляются недостаточно часто. Будем надеяться, что это нам не помешает. По крайней мере, нам сейчас главное, чтобы шел звук. Так, ребята, я уже 7 минут проговорил. Уже все, кто хотел собраться, собрались. Кто не хотел, тот посмотрит потом в записи, да? Поэтому давайте мы потихонечку перейдем ко второй... Ко второй главе. О, Анечка, вы да. Да, вот видите. Класс. Внешне как Беларусь. Но есть человек, который говорит, что я внешне как поляк. Абсолютно такой же носатый. Когда мы ехали как-то на машине через Польшу и общались с поляками, меня тыкало с пальца, как говорилось. Вот ты смотри, ты совсем как поляк. Ты ни чем от них не отличаешься. Так что я русский человек, в котором очень много всего намешано. Ладно, давайте мы с вами тогда прочитаем вторую главу книжки Последний ручей Кохенхинского дракона в исполнении автора, конечно. Тихонечко мы постараемся с выражениями. Помните, что пока я читаю, я не вижу никаких комментариев и, в общем-то, больше ни на что реагировать не буду. Ладно? Только иногда прихлебывать чай с чавканьем, хлюпаньем. Терпите. Я постараюсь не очень сильно хлюпать. Все будет нормально. Итак, глава вторая. Вьетнамские таможенники пребывали в замешательстве. У них не было сканера, просвечивающего багаж. Более того, у них не было даже отвертки. И они уныло и растерянно топтались вокруг наших ящиков. Их намерение вскрыть их подсобным перочинным ножиком было надежно отбито стальными, еще советскими шурупами, насмерть ниже шляпки, вгрызшимися в фанеру. Я старался не зря. Пачка бумаг, украшенных красными печатями, приглашение от Вьетнамского института экологии не позволяла вскрывать привычным способом, а объем и количество багажа не давали сознанию успокоиться. Несколько маленьких вьетнамцев в зеленой форме смущенно обступили нас и явно не видели выхода из дурацкой ситуации. Положение спас старший, указавший рукой на пластиковый бочонок с закручивающейся крышкой. Он готов был удовлетвориться малым. Спрессованные в нем штормовки, рабочие штаны и кроссовки на всю нашу команду, если и вызвали недоумение, подозрительными не показались. И нас передали встречающий нас кук, маленькой и круглолицей вьетнамки, назначенной в качестве переводчицы сопровождать экспедицию и ставшей нашим ангелом-хранителем на многие годы вперед. Ханой напоминал оживленную улицу во время дождя. Море широких, как зонтики, соломенных шляп. С той лишь разницей, что цвет здесь был один, светло-желтый, да по обочинам росли не тополи, а огромные фикусы. Весь город походил на гудящий базар, столько тут оказалось народа. Все кричат, спешат куда-то, поют и смеются. На каждом свободном клочке пространства идет оживленная торговля, а по дорогам катится нескончаемый поток безумок утрезвонящих велосипедистов. Казалось, пробиться сквозь этот муравейник нет никакой возможности, но наш лихой водитель, не снижая скорости и непрерывно сигнале, резал эту живую массу, как нож масла, и она мгновенно снова смыкалась за машиной. «Но устали с дороги», — спросил встречавший нас Николай, когда мы наконец затащили ящики на третий этаж старого отеля и, пытаясь отдышаться, расположились в креслах. «Засиделись, небось, в самолете? Тогда предлагаю небольшой отдых. Собирайтесь, идем ловить змей». «Каких змей?» — мы с Юрой растерянно переглянулись, колем уже в центре города. «Идем, идем, сейчас все узнаете. Можете особо не наряжаться, это недалеко, на заднем дворе, да и покупаться слегка придется». И он, приглашающе махнув рукой, вышел из номера. Недоуменно пожав плечами, мы последовали за ним из прохладного кондиционированного воздуха, сразу окунувшись во влажную духоту тропической ночи. Было совсем темно, лишь немногие окна робко светились, почти не освещая улицы, да тусклая луна висела высоко в небе. «С машиной... с машиной все решено. Нам дали отличный микроавтобус, даже с кондиционером и холодильником. Он и по любым дорогам пройдет, и места в нем более чем достаточно», — оживленно говорил Коля, уверенно шагающий вдоль стены отеля с фонарем. «Все рекомендательные письма уже получены, мы теперь имеем полную поддержку правительства и неограниченные полномочия. — Держите, держите! — вдруг подскочив, закричал он. — Это же Гехира!» По стене дома быстро бежал крошечный геккончик, стараясь выскользнуть из круга света. Бросившись к нему, я попытался накрыть его ладонью, но тот, ловко увернувшись, спрыгнул на землю. Сталкиваясь лбами, мы упали на колени и замолотили руками. Геккон был проворен, как кузнечик. Он метался между пальцами, мгновенно меняя направление и не давая себя схватить. Отчаянно крича, мы суетились, бегая вдоль стены на четвереньках. Зажегся свет, и со скрипом открылось окно первого этажа. В этот момент я, изловчившись, прижал ящерицу. — Есть! Я торжествующе вытащил геккона из-под ладони и поднял голову. Перегнувшись через подоконник, на меня испуганно смотрел толстый японец. — Сори, сори! — дружно залопотали мы, закланившись и оскалив залитые потом лица в дружественных улыбках. Японец тоже кивнул и попытался улыбнуться, но выражение ужаса не сходило с его лица, и, оглядываясь, я видел, что он долго провожал взглядом нашу странную компанию. — Вы не представляете, что такое гехира! — взволнованно шептал Коля до странного, напоминая Паниковского, говорившего о гусе. — Это же первая находка в Ханое! Обычно они встречаются значительно южнее. Тут из-под ног у него с пронзительным писком метнулась крупная крыса, и он остановился. Низокия — пластинчатая зубая крыса. Знаете, они достигают огромных размеров и очень агрессивны. Кстати, представьте себе, шефа сегодня чуть не изнасиловали. Кто крысы? — опешили мы. Илья Сергеевич, руководитель экспедиции, академик, ученый действительно с большой буквы, остался в номере. Он слишком много всего видел, чтобы снизойти до ловли всякой мелочи в гостиничном дворе. Да причем тут крысы. Коля даже рассердился. Крысы. Я вышел из номера на минуточку, а когда вернулся, застал его стиснутым между двумя симпатичными вьетнамочками. Одна его по голове гладит, а вторая уже рубашку на нем расстегивает. Я ему говорю, шеф, одумайтесь, в вашем возрасте это может быть опасно. А он застыл, глазом только косит да шепчет. «Коля, Коля, уберите их, пожалуйста, объясните, что мне уже семьдесят лет». Мы с Юрой в задумчивости переглянулись. Но тут Николай величественно повел рукой и провозгласил. Ну вот и пришли. Царство водяных змей. Перед нами черным зеркалом блестел большой пруд. Лишь редкие всплески рождали на его поверхности круглые морщинки, и в них плавно покачивалась луна. Воду вдоль берегов сплошным ковром покрывали заросли водяного гиацинта, выставившего на показ кисти крупных ярко-голубых цветков. Над водой нависали лохматые кокосовые пальмы и несколько громадных фикусов, усыпенных гроздьями красных, блестящих, словно лакированных плодов. «Теперь будьте внимательны», – прошептал Коля, скользя лучом фонаря по воде. Свет выхватывал вспыхивающие синевой цветы и хорнии, и небольших рыбок, спокойно стоящих у самой поверхности. Змеи всплывают подышать. Тут их и надо ловить. Главное – подойти поближе, не испугав. «Ага, вот и инхидрис». В мутной воде, выставив кончик морды, словно затонувшей одним концом палкой, висела средних размеров змея, мерно покачиваясь при каждом вздохе. Я осторожно ступил в воду, но она напряглась, упруго развернулась и ушла на глубину. Мои пальцы только скользнули по гладкому телу. «Эх ты, растяпа! Тебе только с динамитом к воде подходить!» – огорченно прошепел Коля. «Дай-ка я следующую брать буду». Но, едва войдя в воду, он вдруг закачался, взмахнул руками и шумом упал, подняв тучу брызг и волны на весь пруд. «Трионикс, вы представляете?» – кричал он на четвереньках, выбираясь на берег. «Ну и черепашища же была, не меньше сковороды, наверное. Меня даже сдвинуло». Скептически поглядев на округлое Колина брюшко, мы заметили, что черепаха, на которую его угораздило наступить, вероятно, была значительно крупнее. В противном случае, вряд ли бы и так бойко плавалось. «Может и крупнее», – согласно кивнул он. «Но это кому рассказать? Встать прямо на спину Триониксу». После еще одной неудачной попытки поймать ускользающих змей, мы выработали правильную тактику охоты. Я, осторожно стараясь не испугать змею, иду по пояс в воде, отрезая ей путь на глубину. Юра ее ловит, если она метнется к берегу, а Коля, стараясь больше ни на кого не наступать, держит добычу в луче света. Змеи в пруду просто кишили, так что таким способом мы быстро поймали штук 15 гладких оливково-серых скрапинами и необыкновенно злобных им хидрис. Будучи схваченными, они страшно шипели и яростно кусались. Поэтому к концу охоты на руках у меня не осталось живого места. От пальцев и до локтей они были покрыты множеством мелких, но обильно кровоточащих ранок, нанесенных острыми, как иголки зубами. Но зато мешки были полны блестящих, отливающих в свете фонаря всеми цветами радуги, как бензиновая пленка змей. Коридорная, встретившаяся нам у номеров, распахнула в немом изумлении свои узкие глаза и попятилась. Видимо, уж очень диковинную картину мы собой являли. Мокрые с ног до головы, облепленные черным вязким илом и с руками залитыми кровью. Готов спорить на что угодно, таких европейцев она видела первый раз в жизни. Спешу забегая вперед заметить, что, к ее сожалению, далеко не последний. В дальнейшем мы не раз останавливались в этом отеле. Открывая свою дверь, я весело помахал ей окровавленной рукой, отчего ее глаза совсем уж округлились, лицо приняло мученическое выражение, и она поспешно засеменила в сторону лестницы, оглядываясь через плечо и тихонько вскрикивая. В номере мерно гудел кондиционер, и было прохладно. Когда зажглась настольная лампа, из-за капронового полога над кроватью неспешно вышел маленький геккон и застыл на стене, опасливо на меня поглядывая. Юра завалился спать и мгновенно захрапел, издавая носом тонкий музыкальный свист. А мне, несмотря на благодушие и умиротворение, пришедшее после трех бутылок местного пива, оказавшегося совсем неплохим, не спалось. Как-то не идет сон в первую ночь в тропиках, когда у ног шевелятся мешки с экзотическими змеями, со стены за тобой наблюдает песчано-желтый геккон, а за окном руку протяни, зреют кокосы. Промаявшись с час, я плюнул, и, прихватив бутылку пива и фонарь, снова вышел во двор. Окрестности укутались легким туманом, и все вокруг казалось блеклым и призрачным. Сквозь колышущиеся матовые клубы, струйками ползущие над водой, луч фонаря выхватывал мертвенные стволы деревьев, сизые от мельчайших капель влаги, оседавших на коре. Вокруг луны появилось радужное кольцо, а одежда мгновенно пропиталась водой и прилипла к телу. Со стороны пруда несся многоголосый хор лягушек, и, секунду поколебавшись, я опять отправился туда. Вновь засверкали голубизной цветы водяного гиацинта, выглядящие сейчас на туманной поверхности воды особенно эффектно. Между его лохматыми корнями, тянущимися с поверхности в глубину, неторопливо плавали некрупные рыбки, в которых, приглядевшись, я с изумлением узнал знакомых с детского аквариума макроподов. Самцы с длинными как вымпелы хвостами, изукрашенные в шоколадный, красный, синий и зеленый цвета, медленно двигались вокруг гораздо более скромных самочек, раздувая жабры и сгибаясь всем телом, изредка резким движением отгоняя приблизившегося чужака и прождая мелкие, быстро затухающие волны. Среди них суетливо сновали гупи, вовсе не такие нарядные, как домашние. Внезапно из-под листа и хорни метнулось тонкое тело, и рыбка забилась в крошечной пасти маленькой змейки, обившейся вокруг черешка. Двигаясь вдоль пруда в тщетных попытках поймать мгновенно ныряющих лягушек, я добрался до огромного ствола старого фикуса. Вода под ним была усыпана плавающими плодами, многие из которых были явно надгрызаны. Розоватая сердцевина, напоминающая инжирную, выглядела весьма аппетитно, и не удержавшись, я выловил и надкусил одну из ягод. Ожидание утонченного вкуса было жестоко обмануто. Ватная мякоть оказалась совершенно пресной, лишь слегка горчила. Над головой в кроне дерева раздался легкий шорох, и чьи-то мелкие коготки заскребли по коре, и вдруг в воду передо мной сплеском посыпались плоды. Освечу. Но не прошло и трех минут, как из темноты вылетел другой любитель фруктов и бесшумно опустился на ягоды. Стоя под деревом, я с замиранием сердца наблюдал, как крылан, сложив кожистые крылья, медленно обнюхал плоды и, выбрав поспелее, начал его отгрызать. Видимо, черешок был довольно крепким, крылан усиленно работал зубами и одновременно тянул ягоду. Дернув посильнее, он обрушил мне на голову очередной фикусный дождь, после чего, зажав в пасте алую ягоду, оторвался от ствола, расправив показавшиеся мне огромными крылья, и исчез в темноте. Тут же появилось сразу трое новых беспроволочек, начавших отгрызать плоды. Когда я вбежал в номер, Юра блаженно храпел в унисон с кондиционером. «Юра, вставай скорее!» На заросшем косматой бородой лице распахнулись изумленные глаза, затем их выражение сменилось немым укором, и Юра перевернулся на другой бок, обиженно застонав. «Вставай! Во дворе полно крыланов!» Мой компаньон подлетел на кровати точно под брошенной пружиной, а глаза его сделались круглыми и безумными. «Где?» «Давай, скорее!» «Берем сеть!» и побежали, пока все не разлетелись. Послушно кивнув, он стал одеваться, не попадая в штанины, а я лихорадочно разбрасывал наше звероловное оборудование в поисках запропастившихся куда-то сетей. Вокруг дерева творилось что-то невообразимое. Несколько десятков гигантских летучих мышей образовали сплошной мелькающий хоровод. Слышались мягкое хлопанье крыльев и визгливые вскрики. Плоды сыпались в воду очередями, а крыланов все прибывало. Найдя на задворках два длинных бамбуковых шеста, мы торопливо закрепили на них сеть и подняли ее в воздух. Раз! Сильный удар пришелся по полотну, но крылан, не запутавшись, ушел в сторону. Два-три серия рывков, окончившихся тем же самым. Ослабляем сетку, не натягивай так! И мгновенно сразу пять крылатых тварей забились, запутавшись как в паутине. Опустив сетку на землю, мы бросились к добыче. Тонкие кожистые крылья оказались туго спеленутыми нитями. Когтистые лапы намотали на себя все, что только можно было. Даже пасти были забиты сетью, зацепившейся за мелкие зубы. Стараясь не повредить нежные крылья, мы осторожно принялись их высвобождать. Но как только зверьки почувствовали прикосновение, они яростно защелкали челюстями, впиваясь в пальцы, а воздух огласился душераздирающим визгом, таким мерзким, что засосало в животе. С большим трудом, освободив пленников и укутав их в майке, мы помчались в отель. Ни на секунду не прекращая кричать, крыланы отчаянно бились и кусались сквозь ткань, и заставляли мчаться нас быстрее. Видимо, еще не привыкшая к нашей компании, явно услыхав нас издалека, коридорная стояла на лестнице, прислонившись к перилам, бледная и измученная. У меня хватило наглости, отсасывая текущую из прокушенного пальца кровь, улыбнуться ей и торжествующе помахать у нее перед донсом орущим свертком. Несчастная женщина что-то испуганно прощебетала, но мы уже захлопнули дверь. Самым простым решением казалось просто выпустить пленников в комнату, что мы и сделали весьма довольные собой. Четыре серых и один темно-рыжий крыланый бешено залетали по номеру, ни на секунду не прекращая отчаянно визжать. В замкнутом пространстве их голоса звучали еще более чудовищно. Больше всего это напоминало голодную свиноферму. Ощущение вибрации в голове становилось просто кошмарным, и радость наша стала мало-помалу исчезать, сменяясь задумчивостью. Приоткрылась дверь, и в комнату просунулась лохматая колина голова. «Что, не спится?» фальшиво улыбаясь, поинтересовался я, отлично понимая, что спать в соседнем номере сейчас весьма затруднительно. «Что это у вас тут творится? Ужас какой-то!» Не отвечая, прикричал он, стараясь перекрыть дикие звуки. «Да ты заходи, заходи! Смотри, какое чудо! Прямо на фикусы отловили!» преувеличенно радостно крикнул я в ответ. Осторожно проскользнув в дверь, Коля с минуту подозрюдал замечущимися под потолком крылатыми монстрами, а потом хмыкнул и, качая головой, удалился. Мы с Юрой уставились друг на друга, и кивнув, разом кинулись к окну. С трудом распахнув тяжелые створки, мы с облегчением вздохнули, провожая глазами беснующуюся Орду. Рыжий крылан сделал еще несколько стремительных виражей вокруг люстры, и, оглушив нас на прощание целым каскадом особо изощренных криков, умчался в темноту ночи. Я сунул в рот искусанный палец и вопросительно взглянул на Юру. Ну, что такого? Тропики, пожал он плечами, и с грохотом захлопнул окно. Так. Смотрите, как мы быстро, просто, мгновенно проглотили вторую главу. Я даже не ожидал, что она вот сейчас заканчивается. Я уже перешел на третью. Вот. Так что... Так что... Я хочу сейчас тогда сказать спасибо, кому не успел. Это была вторая глава. Я хочу сказать спасибо Марии Михайловне за входной билет. Спасибо вам. Так. Что? Если у кого-то чего-то есть спросить, что-то есть рассказать или вообще что-то, то спрашивайте. Потому что я повторяю, у меня немного рассеянное сейчас внимание. Что-то всерьез рассказывать я не очень могу. Только что вернулся из ветклиники. Возил нашу заболевшую не так давно сурикатиху малышку. У которой вдруг внезапно пропал аппетит. Она стала вялая, квелая, сонная. Ничего мы у неё не нашли. По анализу крови выяснилось, что у неё какое-то воспаление идёт, но обнаружить конкретную причину мы не сумели. Поэтому она у нас посидела какое-то время на антибиотиках. Вот. И, собственно, вот побывали мы сегодня с ней в клинике. Чувствует она себя уже несколько дней просто великолепно-великолепно. Всё с ней очень хорошо, но всё равно кровь взяли, посмотрели, что делается. Всё это будет окончательно известно завтра, потому что экспресс-анализ показал, что всё более-менее, а завтра уже будет всё понятно. Продолжать, не продолжать. Ну и пока занимались, обнаружили ещё не сюрприз. Ролик сегодня вечером я сделаю, завтра выложу, как мы лечили сегодня суриката малышку. Так, крыланые летучие собаки. Да, крыланые летучие собаки, в принципе, это одно и то же. Есть ещё летучие лисицы, они тоже крыланы, но другой род летучие лисицы. Когда-то мне присылали крыланов летучих лисиц именно из Индонезии. Это была такая страшная совершенно задача. В нескольких зоопорках они даже размножаются до сих пор. Была страшная задача, на которую было потрачено пять лет. Никите Кирилловичу огромнейшее спасибо за входной билет. Никита, спасибо, Вальфаева. Пять лет было потрачено на... Всё. Как у котика, внимание. Плыву на то, чтобы получить летучих лисиц из Индонезии. Несмотря на то, что Индонезия делала все разрешения, все документы, всё. Но были проблемы с нашими ветеринарами, с Россельхознадзором. Но мы получили. И как-то один из моих друзей, когда мы брали в руки лисиц, фиксировали, осматривали, он сказал, что я понимаю, почему летучих лисиц называют летучими лисицами. Испуганные они начинают очень сильно пахнуть. Он говорит, вот так пахнет лисица. Вот если у тебя испуганная лисица, то вот это запах лисей норы. Может быть поэтому. Вот. 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 Евгения. Да. Книжку ещё не привезли. Макс и Настя купили рептилиями. Ещё не привезли. Митроэльф. Но он такой. Он занятой человек. Вот. Ещё третью главу прямо сейчас. Нет. Никита, я не буду прямо сейчас. Потому что, во-первых, мне довольно тяжело сейчас говорить. Во-вторых, всё-таки решили по главе. Будем по главе. Даша, будет ли второй тираж ручья? Значит, второй тираж ручья будет. Обязательно. И будет и третий, наверное. Там посмотрим, как будет получаться. Потому что всё больше и больше приходит вопросов. Где вообще книжка? И почему её нету? А всё, что у нас было. А у нас было в итоге 1200 экземпляров. Они закончились. Вплоть до того, что даже единственный авторский экземпляр. Так и написанный. Единственный авторский экземпляр. Даже он оказался подаренным. Вот. И поэтому надо будет обязательно делать второй тираж. Но поскольку на второй тираж надо насобирать около 200 тысяч. А их у нас просто элементарно нет. Тогда это был проект на планете. И мы делали там и больше, чем мы планировали. Ну, чтобы сделать там хоть что-то, нам надо порядка 200 тысяч собрать. Я думал, у меня было... У меня было мыслей несколько. У баки есть самец, кстати. Всё нормально. Всё. С бакой всё хорошо. Сусля, между прочим, начал засыпать. Мы тоже ролик сделаем в ближайшие дни, как сусля засыпает. И так. Простите, я не могу. Я, наверное, отключусь сейчас. Вот так. Вот. Да. Второй. Второй тираж. Тогда мы собирали деньги на планете. Сейчас есть вариант такой. Потому что сейчас пишется вторая книга. Несколько глав написано. Но и дел очень много, и состояние не всегда идеальное. Я, к сожалению, могу писать только когда у меня в голове всё в порядке происходит. Она пишется, я планировал до Нового года. До Нового года я никак не смогу её дописать. Ну, может быть, там два-три месяца. Найден совершенно потрясающий художник. Удивительная девочка. Я в страшном восторге от того, что мы с ней начали работать. Потрясающий художник. Я думаю, вы будете поражены в этот раз вообще. В тот раз Саша Астрошабов рисовал чудесные рисунки. В этот раз будет что-то, я чувствую, просто вот. Удивительная. Потому что там совершенно другое видение. Саша Астрошабов видел всё, о чём я пишу. Он был в нескольких экспедициях. И он делал почти с натуры. Здесь чуть другое видение. И это будет капец-капец. Правда. И я очень надеюсь, что книжка за два-три месяца допишется. И тогда будет проект на планете. А вот когда будет проект на планете, возможно, и скорее всего, мы сделаем так. Мы в предложениях, которые там будут, то, что будем вам предлагать, сделаем и первую книгу, и вторую книгу. И есть идея объединить обе в один том. То есть это будут как бы сразу три книги. Первая, вторая и обе вместе. И вот тогда, если мы собираем, насобираем денег на переиздание, вот тогда пойдёт переиздание. Я думаю, что это там три-четыре месяца понадобится. Так. Замечательная книга. В восторге. Выздоравливайте. Аня, спасибо большое. Виктория, не прозевали ничего. Сейчас вот всё, всё смотрите. Вот увидите. Я думаю, что да. Будет, не будет, я не могу вам сказать. Ведь всё зависит не от меня. Моя задача, знаете, какая? Моя задача маленькая. Моя задача несколько месяцев поработать. Перенести всё, что я вижу у себя в голове на бумагу. Постараться сделать это так, чтобы вам было интересно. А потом запустить проект на планете. И вот только от того, будет ли этот проект удачным, зависит будет комплект или не будет. Там как получится. Ну, мы потихонечку всё это делаем. И всё будет. Вот. Художница великолепная. Ольга, да. Да. Художница великолепная. Нет. Нет. Художница не Барт. Посмотрите. У меня выложено это и в Инстаграме, и в группе «Последняя ручейка Хинхинского дракона» есть ссылка на видео. И с этой ссылки вы можете там перейти уже, посмотреть какие-то её работы, выйти на неё. Она есть и в ВКонтакте. Совершенно другой стиль. Я никогда не думал. Глаз у Баки прекрасно, очень хорошо, всё прошло, и поэтому завтра будем укладывать их спать. Потому что мы уже всё это обсудили с докторами, всё решили, что там есть проблема сухого глаза, да. Мало выделяется слёз, поэтому глаз немножечко подсыхает. Но, если она будет спать, как все сурки спят с закрытыми глазами, а она уже засыпает, ничего страшного. Спячку она переживёт и, надеемся, без глазики не останется. В общем, всё очень-очень намного лучше. Просто, видимо, что-то произошло со слёзным протоком после воспаления. Слёзы не выделяются. Ну да, Ольга, задача, собственно, такая маленькая. Просто чуть-чуть поработать. Как и любые задачи, просто надо чуть-чуть поработать. И главное в этой задаче, и самое, наверное, сложное, единственное, что сложно в этой задаче, это попадать в то настроение, в то состояние, чтобы сделать живую картинку. Чтобы картинку вы увидели, чтобы она была красивая, а не просто сухой дневник. Очень много дневников у натуралистов, которые неинтересные. Они вроде бы очень познавательные, они удивительные, и их необходимо, и очень нужно, и интересно читать, потому что ты много оттуда получаешь, много узнаёшь, но они очень пресные. Знаете, вот это я пошёл, я увидел, я взял, я сел, он вышел. Вот самая сложная, собственно, задача убрать вот эту сухость, убрать пресность и придать кислинки и остроты. И повествованию. Вот это самое страшное. Если бы я мог это делать вот так, то я бы уже давно всё сделал. Но, к сожалению, мне для этого нужно уходить туда. Это удивительно, но я, уходя, вижу две картинки. У меня мозг включается туда, очень далеко. Я ухожу туда, и я смотрю глазами, но поверх изображения глаз у меня накладывается почти полностью картинка, в которую я ушёл. Я, когда дописывал первую книгу и на несколько дней уезжал её дописывать, я ушёл туда настолько, что я несколько дней видел фактически две картинки. Я почти в двух мирах тогда жил, потому что я пишу то, что вижу. Я как Чукча. Знаете, Чукча поёт о том, я не хочу обидеть Чукча. Нет, нет, ни в коем случае. У меня очень хорошие есть друзья Чукча. Я очень много лет дружен с Сашей Ретхео. Это сын Юрия Ретхео. Старшее поколение, наверное, знают этого великого чукотского писателя, поэтому я никак не хочу обидеть Чукчей. Но с Юрием Ретхео я тоже, кстати, был знаком, удивительный был человек. При этом то, что вы все говорите, мы все говорим, что Чукчи такие-то маленький народ. Юрий Ретхео был выше меня на голову, вот такой вот в плечах огромный-огромный мужик, здоровенный такой Чукча. Вот он мне объяснял, почему мы считаем Чукчи маленькими, и что тут не так. И почему Чукчи на самом деле есть очень большие, очень мощные, очень крепкие люди. Оказывается, Чукчи два типа. Одни оленеводы, которые занимаются оленями, вот они маленькие. И китобои, которые живут на побережье, едят очень много китового мяса, китового жира. И с детства занимаются тяжеленной физической работой, ходят на китов. И они, в общем, такие очень крупные. Ну, возможно, на морепродуктах еще, кроме Китятины, вырастают такие крупные Чукчи. Вот. Где можно найти художника-иллюстратора книги? Инстаграм. В моем инстаграме я делал, но там на нее выйти тяжело, там почему-то ссылка не работает, вручную набирать трудно. Вот. Поэтому вы совершенно спокойно, группа ручей, последний ручей Кохенхинского дракона, да, в этой группе ссылочка на то, что художник найден. Я еще раз хочу сказать спасибо всем, огромнейшее спасибо всем, кто откликнулся тогда на мой крик о помощи, о том, что мне нужен художник для оформления. Больше сорока человек присылали, это только присылали свои работы, а так я разговаривал с еще большим количеством людей. Работы были, часть работ, скажем так, была великолепная, чудесных крыс нарисовали. Ребята, я прошу прощения, что я не всем ответил лично. Простите меня, пожалуйста, потому что действительно у меня на это физически не хватало времени ответить каждому лично. И поэтому я везде, и в Инстаграме, и на своей странице, и в группе, везде разместил объявление, что да, мы нашли художника, и спасибо всем большое. Я действительно благодарен всем, кто хотел помочь и сделал шаги в этом направлении. Это прям очень круто, я горжусь. Хотя, конечно, можно сказать спасибо даже некоторым детям, которые тоже пытались нарисовать крысу. Я просил нарисовать крысу как тестовый рисунок. Мне важно было настроение, мне не нужна была крыса, и я сразу это сказал. Там задача была нарисовать крысу, которая переходит дорогу. Почему? Не просто крысу, а именно крысу, которая переходит дорогу. Мне кажется, рисунки должны быть живыми. В рисунке я вижу оформление в минимализме. Рисунок должен быть черно-белым и буквально в нескольких штрихах. Но там должна быть жизнь. Работы очень много было, но когда я увидел, как жизнь в нескольких штрихах передает Ольга, в общем, она даже не нарисовала крысу. Но она показала мне такую жизнь, она показала такое настроение, она показала своих зверей, сделанных несколькими расчерками так, что я думаю, ну я уже говорил, если книга выйдет, если мы ее сделаем, рисунки будут все по плану, то вы закачаетесь. Это вообще нечто. Вот. В бумаге проглотили бы за вечер. Ани, вы знаете, точно проглотили бы за вечер, на самом деле. Но тоже я удивляюсь вот чему. У нас на днях был в гостях Паша Смирнов. Это он сотрудник зоомузея Московского университета. Несколько раз мы на него там давали ссылки. Он невероятный специалист. Он ведет группу «Вымершие и вымирающие животные» ВКонтакте. Очень хорошая группа. Посмотрите, «Вымершие и вымирающие животные». Именно вот тема вымирания его интересует очень. Он невероятно дотошный специалист в этом. Сейчас он дописывает книгу по птицам, вымершим за последние несколько сотен лет, с момента распространения человечества по планете. Оказалось, что там тоже, в общем, мы на сегодняшний день уже известно, что потеряли больше 550 видов птиц. Больше. И, наверное, гораздо больше тех, которые еще не подтверждены. А просто, ну, которых не видели. Например, 10 лет не встречали. Потому что подтвержденное вымирание дается только после 20 лет отсутствия. Вот если 20 лет никакие экспедиции не могли найти данный вид, то он считается вымершим. Поэтому подтвержденных пока больше 550. Можете себе представить. Так. А. Я повторяю. У меня сейчас внимание, как у летучей мышки. И начав, я обычно говорю много, отступая от темы. Это все идет к одному и тому же. Так вот, сейчас очень приятную для меня вещь сказал Паша. Он сказал, что вот его книга, его экземпляр, она уже прошла нескольких сотрудников биофака университета. И, в общем-то, всем понравилась. И все подтвердили, что она абсолютно точна. Именно вот так вот все в экспедициях и происходит. И некоторые ребята мне уже писали тоже забавную штуку, что один раз прочитали, отложили. Она полежала какое-то время. Сейчас читаем второй раз. Ну, вообще, да. Конечно, за вечер можно прочитать. Я стараюсь писать легко, чтобы вам было не трудно читать. Чтобы вы не продирались через какие-то тяжелые заросли латыни. Или через многовесные описания чего-то. Мне хочется, чтобы вам было, с одной стороны, приятно. С другой стороны, чтобы вы увидели саму картинку, как эта картинка выглядит. И попытались увидеть ее именно вот так же, как и я вижу, как я ее видел когда-то. И как я ее вижу сейчас своим дурацким двойным зрением. Видя то, что меня окружает и картинку того, что я описываю. Вот. Подвисает. На самом деле, да. Мне компьютер говорит, что интернет сейчас не очень. Стало подвисать. Вот. Поэтому, ребята, главу мы прочитали. Голос у меня садится. Все дальше и дальше. И мы, чтобы совсем мне его не потерять и до 15-го числа собраться с силами на третью главу. 15-го точно так же в 8 часов. Давайте все это сделаем. Давайте-ка мы сегодня завершим. Я думаю, что ничего со мной не произойдет. И 15-го мы с вами точно так же встретимся. События книги реальные. Как кормили отловленных животных. Татьяна. События книги абсолютно реальные. Это описание тех экспедиций, которые были. Как кормили кого? Расскажите мне. Я не очень понимаю вопрос. По-разному кормили. Всех по-разному. Вот если вы прочитаете книжку, вы узнаете, как их там кормили. Кого как. Потому что животные были разные. И цели экспедиции были тоже разные. Я более того скажу, что, собственно, цель экспедиции основная была работа для банка тканей. Тогда у всех видов брались пробы ткани, помещались в жидкий азот исключительно для того, чтобы храниться в жидком азоте как в банке образцов тканей. Потому что, может быть, это тоже один из способов спасения животных. Может быть, когда-нибудь клонирование будет настолько продвинется, что станет возможным просто по тем клеткам, которые находятся в замороженном виде. И мы тогда работали на это. Ну и кроме того, описывались новые виды. А они, уж простите, клались в спирт и формалин. Потому что невозможно сделать описание, не имея экземпляров животных, не имея серии животных. Это была наша работа. И это, да, действительно, научная работа, очень важная, к которой я не слишком хорошо отношусь. Мне очень не нравится работа систематиков. Но, повторяю, без нее сделать все равно ничего нельзя. Если кто-то, как вот происходило с американским ученым, который добыл редкий вид зимородка, его затравили зоозащитники. Человек вынужден был фактически бросать свою работу. Там история была такая, что на Филиппинах, на одном из малоизученных островов, водились зимородки. Но ученые туда попадали достаточно редко, и было, по-моему, известно несколько экземпляров этой птицы. Для того, чтобы ученые работали, им нужны образцы. Им нужны какие-то чучела, тушки, экземпляры, образцы тканей необходимые. Так вот, в очередную из экспедиций, которых там почти не было, и поэтому эти птицы не были добыты, были известны самки, был неизвестен самец, был добыт самец. И после статьи об описании самца этого зимородка, ученого несчастного затравили, потому что он убил бедную редкую птичку. Так вот, на самом деле, книжка написана еще и для того, чтобы вы понимали, что сколько бы тогда не было положено в коллекцию лягушек, ящериц, змей, через всего лишь полтора года все эти леса сгорели. Просто сгорели. Их сжигали. Потому что нужно было место для кофейных плантаций. И даже если десятки тысяч животных, мелких каких-то обитающих под пологом этого леса, ученые бы привезли для работы в институтах мира, то те сотни тысяч, которые обитают на каждом гектаре, там горели, горят и будут гореть, пока еще есть чему гореть. Горят тысячи, десятки тысяч и сотни тысяч гектаров постоянно. На каждом живут сотни тысяч животных. Поэтому не обвиняйте ученых в том, что они пытаются что-то сделать. Они тоже пытаются. Если говорить мне очень жалко эту птичку, ее нельзя добывать, то участь этой птички через какое-то время будет весьма печально. Потому что и на Филиппинах кофе и сахарный тростник хотят выращивать. Вот и все. Ладно, друзья. Давайте, давайте мы будем заканчивать. Да, первую главу я скоро удалю. Давайте я там завтра ее удалю. Кто хочет послушать сразу две, да, вот слушайте. Сначала первую, а эта до 15 или 16 числа провисит. Вот так оно и будет. Раз, раз, раз. Перекрывая друг друга. Удаляется. Все, друзья. Спасибо вам большое. Я вам благодарен. Счастливо. До встречи. 15 числа в 8 часов. Пока-пока.